Си Цзиньпин посетил с инспекцией Гуанси-Джуанский автономный район. Эксперты обсудили перспективы Китая на международном финансовом форуме в Шанхае. Китай продвигает зеленые морские перевозки. Растущее производство электромобилей в Китае повышает спрос на квалифицированные кадры. После возвращения из Вьетнама председатель КНР Си Цзиньпин совершил инспекционную поездку по Гуанси-Джуанскому автономному району. В его столице, городском округе Наньнин, лидер Поднебесной посетил информационный центр «Китай-Асиан». В нем глава государства познакомился с достижениями в области торгово-экономического сотрудничества со странами Юго-Восточной Азии. В программу поездки вошел и визит в одну из общин района Лянцин, где живут представители 15 этносов. Си Цзиньпин изучил систему работы с местными сообществами и высоко оценил ее вклад в межнациональное единство. Также председатель КНР проинспектировал агропромышленный парк и производство сахара в городском округе Лайбинь. Китайский лидер изучил процессы посадки, сбора и обработки сахарного тростника. 20-й Китайский международный финансовый форум собрал в Шанхае ведущих экспертов и представителей отрасли со всей планеты. Они поделились мнениями об экономических перспективах КНР в следующем году. То, что происходит в Китае, имеет огромное значение для всей мировой экономики. Мы приветствуем финансовую стабильность КНР. Она может нести важный вклад в два глобальных процесса. Во-первых, в рост зарождающихся рынков. Во-вторых, в продвижение зеленых финансов и устойчивое развитие. Финансовая отрасль не работает в изоляции. Она нуждается в связях со всем миром. А Китай стоит в центре глобальной экономической системы. Все остальные страны, от Запада до Востока и Ближнего Востока, так или иначе с ним связаны и зависят от его импорта. Например, 20% ВВП Объединенных Арабских Эмиратов приходится на импорт из Поднебесной. Участники Шанхайского форума поддержали открытую политику КНР. По их мнению, это отличный сигнал для мировой финансовой индустрии. И особенно для стран-партнеров инициативы «Один пояс, один путь». Международная морская организация призвала сократить до нуля выбросы парниковых газов в судоходной отрасли. Поднебесная быстро продвигается к этой цели с помощью новейших технологий судостроения. Первый большой круизный лайнер китайского производства оборудован системой кондиционирования, которая использует углекислый газ в качестве хладагента. Это гораздо более экологичное решение, чем привычный фреон. Инженеры КНР оснащают суда и другими зелеными технологиями. Многие из них стали частью экспозиции на недавней отраслевой выставке в Шанхае. Например, одна из китайских компаний разработала бортовой комплекс для очистки выхлопных газов. Наша система предназначена для судов с дизельными двигателями. Она улавливает диоксид углерода из выхлопных газов, а потом его сжижают и перевозят на сушу. Мощная промышленная база и успехи в научно-технических исследованиях позволяют Китаю предложить много новых решений для морской индустрии всего мира. Эти технологии помогут отрасли приблизиться к стратегической цели – нулевым выбросам углекислого газа. Китайская ассоциация национальной судостроительной промышленности посчитала, что на долю экологически чистых судов пришлась почти половина новых заказов, которые получили верфи КНР с января по октябрь прошлого года, и процент таких проектов продолжает расти. Поднебесная занимает первое место в мире по производству электромобилей. Бурный рост этой отрасли стал новым драйвером для развития рынка труда. Китайским производителям зеленого транспорта нужно все больше квалифицированных кадров. Студенты Зелинского университета из команды Хэньсай уже стали высококлассными специалистами по инженерному делу и промышленному дизайну. Они проводят в гараже гораздо больше времени, чем в аудиториях. Большинство членов нашей команды специализируются на автомобильной технике и промышленном дизайне в колледже автомобилестроения. В группе также есть студенты, которые изучают информатику и телекоммуникации. Молодые таланты самостоятельно разработали несколько моделей экологичных автомобилей и завоевали многочисленные награды, как в Китае, так и за рубежом. Мы продолжаем общаться с бывшими членами нашей команды, которые занимают ключевые посты в крупных компаниях. Думаю, что опыт, который они у нас обрели, помогает им быстрее подниматься по карьерной лестнице. В электромобильной отрасли КНР сегодня работает более полутора миллионов человек. По мнению экспертов, уже к 2035 году модели на электротяге будут доминировать на китайском рынке новых автомобилей, а пассажирский сектор полностью перейдет на электричество. Поэтому спрос на талантливых специалистов в индустрии будет только расти.